Здравствуйте, друзья! Мы с вами на канале Процветок, где я имею возможность делиться с вами научным взглядом на наше любимое дело огородное. Сегодня мы поговорим о некоторых ошибках приготовления грунта для выращивания рассады. Когда же еще об этом говорить, как не в преддверии разгара сезона? В погоне за приготовлением лучшей почвы для рассады мы можем добавлять не то, что нужно, а именно, ну скажем, песок. Очень часто можно встретить песок в качестве компонента различных природных смесей, а для некоторых он, ну, прям необходим. Однако, идеальным является лишь промытый речной песок. Он облегчает почву и улучшает водообмен, улучшает дыхание корней. Почва делается легче. А вот песок со стройки из кольера или даже песок из ближайшей песочницы детской, к сожалению, скорее будет вредным, так как содержит различные мелкие компоненты, глиняную пыль, куча различной грязи, и он загрязнит субстрат, а не улучшит его. При этом может в почву для рассады попасть глина. Глина может попасть также с тем грунтом, который вы набираете у себя на приусадебном участке, если готовите грунт самостоятельно. Глина вредна. Она уменьшает влагопроницаемость и аэрацию почвы. И может привести, в случае большого количества в почве, даже к гибели рассады. Учитывайте это, если набираете почву непосредственно у себя около дома. Следует поговорить о навозе. Для рассады вреден молодой несозревший навоз, о причинах спорят многие агрономы. Это и выделение тепла, которое в принципе выделяется во время допереплевания азота, когда он оканчивает свое созревание прямо в стаканчиках с рассадой. Там же и обильное выделение метана и углекислого газа, которые вытесняют кислород и не позволяют корням дышать. А это необходимо. Также в несозревшем навозе остаются различные инфекционные агенты и также семена сорняков, которые также неблагоприятно будут влиять на рост и развитие рассады. Компост. О компосте также, как и о навозе, постоянно спорят. Но если разобраться, то спор скорее идет о молодом, также недостаточно созревшем компосте. Но так как не каждый из нас может определить вот эту зрелость компоста, агрономы некоторые выносят общий вердикт. Компост не рекомендуется. А почему? Ну, дело, как я вам сказал, очень похоже обстоит и так же, как с навозом. Кроме того, перепревающий компост, он в этот момент теряет основную часть азота. А азот для рассады как раз очень сильно необходим. Поэтому в целом, конечно же, использование несозревшего компоста не очень хорошо именно в почве для рассады. Ну, кроме того, в последнее время ученые изучают такое явление, как аллелопатический эффект. Это сложное название, но на самом деле все очень просто. Вы все видели, как под деревьями в лесу отсутствует растительность. Не только человека матушка природа сделала эгоистом. Растения тоже довольно эгоистичны. Листовой опад выделяет специальные вещества, которые препятствуют прорастанию семян других растений. И так растения борются за место под солнцем. И это, в принципе, нормально. А вот ученые провели эксперимент. Они сделали вытяжки из листьев, из компоста различной степени зрелости. И этой вытяжкой обрабатывали семена. Увидели, что реально происходит торможение роста проростков, роста рассады и прорастания семян. И все это зависело от степени разложения листьев в компосте, от типа листьев, которые использовались. И поэтому лучше, все-таки, такая рекомендация от них поступила, компост в любом его виде, а также листья, оставлять для более позднего использования. Для высадки в грунт, для мульчирования, но не для почвы, для рассады. Опилки. Вы знаете, что опилки сами по себе могут служить хорошим субстратом для проращивания семян. Рыхлые легко пропускают воду, воздух, корневая система прям прет и развивается. А потом проростки легко и удобно высаживаются в грунт, не повреждаются корешки. Если мы сравниваем с проращиванием на туалетной бумаге, или салфеточках, или ткани. Но в грунте для рассады опилки скорее играют плохую роль. И лучше их придержать для мульчирования, потом для добавления в компост, ну или с добавлением мочевины для основного грунта. Сами по себе они не содержат какого-то значительного количества питательных веществ. Ну и внимание, конечно же речь идет о лиственных породах. Хвойные имеют повышенную кислотность. А семена огурца, допустим, они вообще могут погибнуть на пилках хвойных пород. Органические отходы. Не могу просто не коснуться вопроса использования оргоотходов. Просто потому, что после ролика о использовании чая и кофе, вернее кофейногучи и чайных листах, после использования возникло очень много комментариев. И я очень рад, что большинство из них содержали логичные мысли и идеи. Действительно, если вы бездумно подходите к этому вопросу, то лучше не добавлять их в грунт для рассады. Почему? Да, действительно, если вот вы эти отходы скидываете в некую емкость, там они во влажном виде начинают преть, гнить, бродить, там еще где-то и сливки попадут, сахар, в зависимости от ваших пристрастий. Нет, вот такое, ребята, пихать в рассаду не нужно. Гниение, перепревание продолжится и там, в почве для рассады. И не факт, что даже если у вас есть под рукой, скажем, какая-нибудь триходерма фирмы Профит, этот гриб справится с гнилостными бактериями. И вы решите эту проблему в короткие сроки, до тех пор, пока рассада растет в этой почве. Поэтому используем только полностью высушенные гранулы кофе или листья заварки, просушенные и смешанные с почвой. А вот пакетик с заваркой тоже после, кстати, высыхания обязательно можно положить на дно стаканчика для рассады, для дренажа. Но все же при этом лучше добавить пару гранул триходермы. Ну, я лично использую фирму Профит, но не важно. Триходерма, в принципе, полезна в любом виде. И уже вот эти маленькие помощники помогут, скажем так, побороть гнилостную микрофлору, которая может развиться. Но если вы не уверены, то лучше, конечно же, не использовать такие органические добавки до полного их перепревания. Потому что в самом начале там обязательно будут развиваться гнилостные бактерии. И вот, вы знаете, недавно я был в магазине, там, где продается почва. И услышал, как один дедушка возмутился, глядя на упаковку с почвогрунтом, он сказал что-то типа того, для чего вон и сюда пенопласт сують. Ну, начну с того, что гранулы легкие, вот эти беленькие в почве, это не пенопласт, а перлит. Я надеюсь, что все-таки большинство из нас это знает. Ну, на всякий случай, мало ли. Перлит – это натуральный минерал, это видоизмененное горное стекло. В нем куча различных микро- и макроэлементов. Со временем этот минерал в почве разрушается, высвобождая все свое содержимое. А это кремнезем, и это калий, и кальций, и натрий. И все это, конечно же, полезно как для питания. И сами гранулы полезны для дренажа и структурирования почвы. Ну, а что с пенопластом? Да, действительно, многие добавляют шарики пенопласта в почву на дно горшков в емкостей с рассадой. А вы знаете, что четкого объяснения до сих пор вредности пенопласта не существует. С одной стороны, конечно же, стирол, который способен вызывать рак. Однако, после прохождения реакции полимеризации, когда появляется в итоге наш пенопласт, это полистирол, и это уже вещество по-настоящему более стойкое и абсолютно безопасное. Однако, его вред может быть только в случае некачественного изготовления. То есть тогда, когда остатки стирола присутствуют в полистироле в качестве побочных каких-то соединений. И поэтому химики не рекомендуют использовать пенопласт для растений пищевых, то есть на грядочках. А вот для горшочных, декоративных растений вполне допускается. Дело в том, что сам пенопласт относится к экологически опасным веществам. Он накапливается в реках, океанах, практически не разрушается. И в случае ответственного экологического подхода к выращиванию, все-таки использовать пенопласт не нужно. Ну и кроме того, пенопласт очень часто поедается домашними животными, птицами. Очень часто можно наблюдать, как в сухую ветреную погоду шарики пенопласта перекатываются по почве и в принципе вообще сносятся за пределы нашего участка. Поэтому все-таки с пенопластом нужно быть аккуратнее. А вот использование его в качестве материала для изготовления стаканчиков, для рассады, различных ванночек вполне оправданно. Это дешево и очень эффективно. Ну и всегда не лишним будет использовать или иметь под рукой добавки в форме мелких помощников. Так, почвоулучшители, бактерии или грибов, будь то триходерма, будь то различные почвоулучшители, микоризные грибы. Они, по крайней мере, помогут сгладить те ошибки, которые вы допускаете при приготовлении грунта, при высаживании, перевалке рассады. И в принципе они абсолютно безопасны, что очень важно и точно не сделают не причинять никакого вреда вашей рассаде. Кроме того, с любыми помощниками всегда спокойнее, а спокойствия сейчас ой как не хватает. Ну и в конце данного видео я хочу попросить вас, дорогие друзья, в комментариях описать ваш опыт по применению различных добавок. Для проращивания семян, для выращивания рассады, все, что вы применяете, положительные результаты и, конечно же, обязательно отрицательные результаты. Потому что мне все это нужно и я очень этого хочу проанализировать. И по результатам ваших научных экспериментов, бытовых экспериментов, я хотел бы уже потом снять еще одно видео, где научно обосновывать ваши результаты и поделиться ими уже для всех. На этом всего вам хорошего, здоровья и мирного неба над головой. Субтитры создавал DimaTorzok